Друзья, всем привет! Долгожданная поездка в Германию и ее смело можно назвать погоней за призраком. Положили в багажник, чтобы она не пропала. Такая вот шляпа с немцами. Весь покоцанный. Короче, уставший. Везде царапки. Ублюдочные швы, как всегда на Мерседесе. Жирными руками уже залапали. Пока никого нет, надо ее подключиться, почитать. Ну, красят, может быть, и на заводе. Не, Николай, можно дальше не смотреть. Я не возьму такую. Предыстория следующая. В 2019 году парень купил себе новенький автомобиль в автосалоне Toyota Camry. Какое-то время он на ней покатался. Его раздражал скрип салона. Он этот автомобиль обешумел. Но скрип сильно никуда не ушел. Поэтому его это чуть-чуть замучило. Он решил не портить себе нервы. Продал этот автомобиль и обратился к нам. Добрый день, компания Одинавто, менеджер Ким. После определения интересов и предварительной договоренности у нас принято встречаться в офисе. Но парень не из Киева. Поэтому мы провели скайп-встречу. Вот Вадим, вот Николай. Все мы есть. Значит, сразу давайте проведем нашу встречу. Не обязательно к нам ехать в Киев. Но я сторонник того, чтобы договориться у берега. Потому как в процессе работы возникают всякие разные вопросы. Предлагаю пойти по пути. Меньшало сопротивление. Имеется в виду, задавайте все вопросы от начала до конца. Сейчас мы пройдем по всем ключевым этапам. И если все подходит, тогда уже ждем вашего кума к нам в гости. Принято решение. На подготовку нам надо несколько дней. Просмотреть, какие автомобили есть. Прозвонить, что-то зарезервировать. Подготовить документы. Зарезервировать транспорт. Купить билеты, в конце концов. И долгожданный вылет. Аэропорт Джулианы. В этот раз Берлин. Вон наша очередь уже заканчивается. Сейчас закончится. Тогда пойдем на посадку. Никто наши места не займет. Поэтому сайт будет добрый. Кстати, в этот раз самолет опаздывает практически на 40 минут. Последними пассажирами традиционно самолет. За нами никого уже нет. Впереди пакуется второй автобус. И я так понимаю, вон там вдалеке наш визер. Аэропорт Берлина. Прилетели без задержек. Посадка была нормальная. Хорошая. На второй круг не пошли. Погода прекрасная. Плюс 28. Поехали. Поехали. Мы сильно спешили, но все равно не успели посмотреть этот автомобиль в этот день. Мы точно знаем, что на момент закрытия эта машина осталась в автосалоне. Значит, огромная надежда, что до утра эта машина будет в автосалоне. Мы идем в гостиницу. Утро следующего дня гостиница. Недалеко здесь первый автомобиль к осмотру. Еду смотреть. Что-то я, наверное, еще не выспался. Кофе нету. Еды нету. В смысле завтрака. Карантин и всякое такое. Обычно в номера с собой дают, а тут как-то не очень. Ну, ладно. Переживем. Так, где машина? Ага, вижу. Вот он, этот автохаус. Вот стоят мерседесы. Только где из них наш? Это все не то. Это все 250-е. А салон еще закрыт. Там написано, что нужно звонить. Такая вот шляпа с немцами. Пошел звонить. Тайное место с мерседесами. И не только. С мерседесами. Это его дом. Пришли к немцу в салон. А у него в салоне нужного мерседеса нет. Он нас привез к себе домой. И на задворках империи в его дворе стоит большая куча мерседесов, которые нам интересны. Но весь интерес заключается в том, что вот там за моей спиной есть гараж. Он сейчас пошел за ключами. И основные машины, которые интересуют нас, они находятся именно в гараже. Ну запустился он очень хорошо. Везде ровненький по всем шлам. Не насобрали когда. Ну так нормально натор работает. Выглядит на фотографиях очень классно. Тут затертый. Здесь потертый. Ковер вообще с дыркой. Просто тупо пробитый. Ну вот здесь вот собранный пластик. А там он торчащий. Он не стоит на месте. Фото не передают. Сейчас я запись включу. Вот здесь вот потертая боковина. Здесь полировано уже было. И еще раз этот пластик затертый. Мотор работает. Ну работает. Вроде нормально. Но есть подозрение, что одна форсунка подстукивает. Я пока не подключаюсь к автомобилю. Такой он уставший. Уставший. Всего лишь у него 72 тысячи пробег. Но какой-то он такой. Вот здесь вот царапина. Здесь зацарапано. Вот. Прекрасные женские волосы торчат. Девочки ездят не очень аккуратно на автомобилях. Ну так в общем-то. Это еще не у пилок. Но за свои деньги он такой. Дороговатый назовем его так. Плюс еще моменты. Вот здесь вот не было собрано. Мы защелкивали эту хрень назад. Ну вот такое дело. Вот. Ну такой он. У него здесь дофига всяких машин. Но этот Мерседес он такой уставший. Весь покоцанный. Сейчас посмотрим насколько он его. Вот здесь вот есть. Не его. Свет. Ну в смысле не крашеный. Ну такой он. Не раз полированный. И... Короче. Уставший. Везде царапки. Легкое подсокивание двигателя на какой-то одной форсунке. Оно-то вроде бы так не слышно. Но сейчас попробую на видео записать. Слышно где-то. Вот типа не до конца защиты. Так же. Вот погнутая. Ну короче уставший. Я думаю что надо его прятать. Хороший наверное автомобиль. Но поедем мы дальше. Поедем мы на следующий. Дверь онгнутая. Передняя правая. Это был лучший автомобиль. Предварительно выбранный. Ну по крайней мере по фотографиям. И он кстати был не самый дешевый. Фотографии в очередной раз сделали свое не очень хорошее дело. То есть выставлен автомобиль. Классный. Хороший. Замечательный. А приехали. Ну он такой. Очень и не очень. Дальше мы едем из Эссена в Кёльн. Там есть еще один автомобиль из нашего списка. Запустился. Работает нормально. Там какая-то с правой стороны форсунка подстукивала. А здесь нормально. Как корабль. Парень. Я попросил выгнать для того, чтобы открыть двери. Сразу его подготовили для того, чтобы уже делать тест-драйв. Повесили номера и уже выгоняют его на улицу. Вот такие вот ребята. Точно так же понимают английский, как и немецкий. Поэтому в сложности перевода договорились о том, что этот автомобиль сможем и так посмотреть и так. В общем, сначала смотрим снаружи. Слегка покоцанные дверки. Ну, совсем чуть-чуть где-то на вывороте. Понятное дело, что они не отнимались. Ну, выглядит, конечно, очень достойно. К слову, не поцарапанный. Достойно выглядит. Да, ублюдочные швы, как всегда на Мерседесе. Но выглядит очень-очень неплохо. Вот это задира от ремня, скорее всего. Думаю, да. Рояльный лак. Черный глянец. Глянец, насколько я помню, не очень подходит. Как оказалось, рояльный глянец это вот прям топ запроса нашего заказчика, который хотел, мечтал про него. А вот рыжее дерево, причем натуральное дерево, ну, для него это эффект такого бабушкиного серванта конца 80-х годов прошлого века. Ёпте, это у меня получается тоже дедушкин сервант. Ну, в общем, дедушкин сервант для него не подходит. А я аж растерялся. Вот так, век живи, век учись. И так можно обосрать всю тему. И вот как мне теперь с этим жить, а? Бабушкин сервант, ё-моё. Ну, тут жирными руками уже залапали, но опять-таки это все стирается. Тут хорошо, нормально, очень неплохо. Сидение. И я, ну, не могу сказать, что не засиженные. Тут скорее их надо почистить, потому что... Что у нас здесь? Чистота, порядок и подставка для телефона. Весь пластик. Мало того, что он на месте, он еще целый, не поцарапанный. Руль не запиленный. Неплохо, очень неплохо. По зазорчикам здесь все. Красота. Так, по сколам на капоте. Их тут десятка-полтора, но мелкие оно есть, выбитые тут. А это пепел. Ну, это да, это вот пепел. Парни траву выжигают. И получается... Мы стали на входе, и оно пилипает. Хорошо, один раз. Хорошо, один-два. Вот тут три. Ну, штучек, короче, десять есть. Ну, как бы там ни было. Ох, какое на пидорины. Я мать не хай. Аж эффект с завода. Так, здесь надо, наверное, выказать цифру. Что это за цифра, не знаю. Но не похоже, что оно снималось. Не, не снималось. Фары у нее не снимались. Ну, так мы приехали, люди работают. Да, блин, все такое жирное, все за силиконеное. А я думаю, что это не крашеное. Сейчас посмотрим. Нет, он не крашеный. Надо даже телефон показывать, я что-то... С обогревом Guardian лобовое стекло. Фары не забитые. Камнями не запесоченные. 118, 117, не видно, чтобы отнималось. Оно, правда, тут вусмерть заполированное, силиконом залитое. Но, тем не менее, все равно не видно того, чтобы грани у нее отнимались. Листья живут, не поубирали. Клеммой не вижу, чтобы часто пользовались для прикуривания. 127, 127, все как ух ты. Печка прошла 123, 73, что является нормой. 119, 87. Двери видно, что не отнимались. Сидение с этой стороны ровненькое. Тут не пошарханное, не поюзанное. Что у нас по сервисам? Она, в принципе, не электронная сервисная книжка. Тут нефиг смотреть. Ра-са-та среди бегущих. Ну, салон, он не грязный. Но есть места с такими легкими точками. Очень легкая потертость по пластику. Это пока живее всех живых. Лейба, кстати, не отнимал. Защитные кольца Мерседеса есть. 132. Пока никого нету, надо ее подключиться, почитать. 128. Здесь есть баллон. В том смысле, пена. Здесь компрессор. Есть целая куча жилеток. И больше нифига. Где домкрат? Хер, нет домкрата. Здесь есть на ковыренной остановке серьга. Компрессор, баллон, все. Домкрата нет. И ручки здесь вот совсем не зашарпаны. Обычно тут задерто аж до грунта. Здесь же нормально. Сидение вот здесь вот его чуть-чуть. Оно такое слегка поприсажено. Ремень сам отъезжает. Быстрый тест сделаем. Включить зажигание. Зажигание включено. Лак целый, не поцарапанный. Тоже на ручке не вытертая. Пластик весь хороший, ровный. Прогрег больше, состояние лучше. Здесь по пластику что? Целый, но какая-то там грязь плавает. Здесь тоже лак целый, не подертый. Целый пластик. Еще даже пленочка осталась. Сидение двигается. Спинка нагибается. Хормон-кордон. Музыка стоит. Ну, общий вид автомобиля довольно зачетный. Все по зазорам. Красота. Диски у нее еще довольно большие. Легкая царапинка на бампере. Так, по зазорчикам ровно. Ну, и окей, смотрим, что мы тут начитали. Управление крышкой багажного отделения. Левая фара. Что-то было. Правый. Реверсивный натяжитель ремня безопасности. Не подтягивает ремень. О, затягивает. Есть. Сработало. Память и ошибка была. И она была не активная. Хотя сначала, когда я заходил в мозг, она не подтягивала ремень. А сейчас подтягивает. Диагностируем аудиосистему. Довольно такой длительный процесс. Но осталось еще немного. Какая-то там ошибка есть. Нету, кстати, карты памяти. Датчик качества воздуха. Так. Ну, все. Отправляю все ошибки. Твой ремень подтягивает? Да. Потому что тут по ремню были ошибки. У меня по темному. Решничок. На вон сообщается, да? Ну, да. Первая, вторая, третья. Четвертая. Вообще нигде не работает. Вот эта техника, все. Я вот сел в нее. У нее некая фиг. Так. Ну и пошли по пыльнике. У нее абсолютно ровные, нормальные. Да, да, да. Это был первый автомобиль, который понравился. Но очень хочется на пневме. Очень хочется комфорта. Забегая наперед, для тех людей, которые сейчас начнут писать в комментариях, что пневма это дорого, пневма это кропотливо. Я скажу так. Пневма это комфортно. И человек готов платить за этот комфорт. И мало того, он готов обслуживать этот комфорт. Поэтому пытаемся найти на пневме. Пока вылез из-за руля, заправляю дорогущего тронглодита. Ну как, типа экономная машина, которая жрет, должна априори гибрид жрать немного. Но по факту хавает он 8,5 бензина и не подавится. Но суть не в этом. Есть машина та, которая есть. И спасибо, что мы передвигаемся. Значит, вчера посмотрели 6 автомобилей на 4 не успели. Не успели в каком формате? Значит, машина только появляется. Звоним. Извините, она уже в резерве. Или же на нее выписан контракт. Или же еще какая-то хрень. Вот на таких 4 мы не успели. Сегодня на одну были очень большие ставки. Там Мерс был на пневме. Но где-то он... Короче, его тоже хенглер какой-то выкупил. И ничего хорошего с этого не получилось. И теперь едем еще за 130 километров. Вроде бы, вроде бы. Все нормально. То есть смогли договориться, чтобы в резерве был за нами. Не очень яркий, не с богатой комплектацией. Но, тем не менее, очень хороший по бюджету. И с маленьким пробегом. Да, его прозвонили. Он в наличии. И от нас он там 126 километров. В общем, взял в сторону. Курс на 19.19. Назовем это так. Хотя, по факту, он первого месяца регистрации. И я думаю, что он 18-го года. Тут вход, я так понял. Значит, рядышком припаркуемся. Он мне поставил ее буквально неделю назад. Уже по ней 4 раза приходили. Румыны одни ходят. Мне тоже подтвердили ее. Да, то есть, ну пока денег нет. Да, то есть, у меня только продано, когда деньги пришли. Да, поэтому у меня нету такого, что прямо нот, ну, циклот ее падает. Парень оказался нашим земляком из Украины, из Запорожья. Он еще ребенком уехал в Германию. Он классно выучил немецкий язык. Но у него осталась украинская душа. Потому что он не сказал, что автомобиль был битый. Хотя, действительно, может, и не знал. Харо! Пожалуйста. Ну что, с первого раза могу сказать салон. Кстати, очень интересный. Пневмы у нее нету. Кожа интересная. Потолок у нее черный. Еще запах в машине. Так, ладно, идем по мрачным местам. Вот здесь вот часто у всех затерто. Здесь более-менее абсолютно нормально. Так, идем дальше. Здесь у нее колеса. Колеса без дисков. Ну, так, по остатку еще. Короче, на сезон хватит, но она уже такая подпиленная. Наполовину. Не влазили, сложили сиденья. Так, задний подогрев есть. Здесь тоже красота. Значит, по самому хрому на багажнике он вообще не потертый. Даже совсем чуть-чуть. Ну, имеется в виду, он везде ровненький такой, нормальный. Ну, не могу сказать, что здесь пахнет именно машина. Сейчас попробую включить вспышку. А здесь же трехзонный климат или чисто подогревание сзади? Можно оглядать? Сейчас, сейчас, сейчас. Я включу свет. Так, теперь светлее. Климат. А, климат, климат, отлично. В сидушках же нету, в передних сидушках вентиляции. Не-не-не, сзади, сзади. Рефлекторов воздушных. Нету, только в стойках. Нету, только в стойках. А в стойке есть? Да, в стойке есть. Все хорошо, понял. Есть, под сидением тоже должны быть, да, есть. Есть. В самих сидениях нету. Ага, ага. По вот этой вот теме. Здесь нормально. Не прибитые ремнями двери. Алюминий везде целенький. Хорошие, мне нравятся карты дверей, вот эта строчка. Вот этот салон мне очень нравится. Ну, я, если честно, такого... Я смотрел много, но ни одного не привозил, потому что у людей как-то не хватало немножко денег. Здесь... Просто это, вот это вроде бы МГ-салон. Но в МГ-салонах никогда не делают обдувы передних. По картам здесь тоже ровненько. Алюминий также целый. Я еще параллельно видео снимаю, я вам его потом отправлю, когда будет здесь интернет, потому что что-то в Германии в этот раз вообще беда-бедой. Что первая гостиница МРАДБУ? Люк покажете здесь изнутри. Если можно. Окей. Да можно было не открывать, не просто. Не, мне важно открыть, послушать его. Это не панорама, а именно люк. Да, это люк, это не панорама. Мне важно было его... А меня тоже видел. Мне важно было его открыть, послушать, не скрипит ли он. Потому что такие же вещи, их нужно периодически смазывать, особенно на ВАГовской группе. На Мерси оно не так сыпется. Машина, кстати, по Швейцарии ездила. Судя по виньетке в прошлом году. Ну, так везде, везде красота. Сказать, что он сильно подготовленный, ну не могу. Просто помытый. Не знаю, видно остатки диска, не видно. Не вижу, чтобы он часто прикуривался. Ну, так везде чистота, красота. По крайней мере, силикон с нее не стекает, как у других автомобилей. Нафигача так, что сопли текут здесь. И эта штука даже на месте. Ну, предварительно, предварительно нигде никаких соплей. Ну, она не полная, она полупустая, но действительно она свежая. Ну, просто посвежим. Хорошо, значит, смотрите ее по ягод, по тест-драйв, по ошибкам. Так я еще, и так я еще сейчас пять минут посоветуюсь с женой. И будем уже принимать решение. Ну, красят, может быть, и на заводе. Смотри, здесь кант заводской, ну ты присядь. Не, я по ощупь, я на ощупь, я вижу, что все сделано очень хорошо, но сам факт того, что она... Ты снизу присядь, блин, больше миллиметра шпаклевки. Вот присядь на кант, глянь, посвяти чего-то. Он оригинальный, он же восходил. Это вот он дарит резину, как она стоит, так он, наверное, не хочет. Не, Николай, можно дальше не смотреть, я не возьму такую. Окей, понял, хорошо, тогда торможу тест. Да, тогда тормозите, все, короче, с этой машиной. Тут все было хорошо до этого момента, я готов был. Я и так пошел на компромисс, что, типа, короче, от пневмы отказался, от всего. Сейчас взять еще и коцнутую заднее колесо машину, ну точно нет. Дверь тоже крашеную. Ну, тем более, видите. Здесь вот у нее какая-то легкая история была. Понятно тогда. Жалко, так-то симпатично, свеженько, маленький пробег. Это прям, несмотря на слабенькую комплектацию, но черная крыша, приятный салон. Все, понял, ищем тогда дальше. Мне пригодился этот Mercedes, потому что он оказался поцарапанным с правой стороны. Следующий автомобиль к осмотру 320 километров в сторону, в сторону, в какую сторону мы хоть едем? В Австрии. В Австрии. А, в глубину едем. В общем, едем на восток. В восток наше все. Столкнулись еще с одной хренью. Очень много объявлений вылазят те, которые машины проданы вчера, позавчера. Сегодня машины, которые мы звонили, и они типа проданы, они вылазят заново. Беда заключается в том, что они вылазят с другими номерами и телефонами. Мы выяснили, что это Mobile DE генерит номера телефонов, потому что, допустим, находясь в Кёльне, вот сейчас мы возле Кёльна, и номер телефона скидывали Дортмунда. Это мы с парнем пообщались, и он объяснил, что это Mobile DE делает подмены номеров. А у нас таблица собирается, у нас идет привязка к номеру. Поэтому очередную ошибку, век живи, век учись, никогда не обращал внимания на это. Ну, не обращал внимания по причине такого количества быстро проданных автомобилей у меня еще в истории не было. Поэтому мы не обращали внимания. То есть машина либо есть, либо нет. А то здесь обновляется объявление и уже с другим номером телефона. Естественно, парни, которые у нас сидят в офисе, собирают всю информацию, быстро генерят, прозванивают, скидывают. Такой легкий тупнячок появился. Но это так. Мы уже поменяли алгоритм действий. Сейчас мы уже делаем привязку к адресу самой продающей компании. А пока ожидаем, не продан ли вчерашний Mercedes для того, чтобы вернуться и его приобрести. Потому что все, что остальное продают, это либо разводняк, типа позвоните нам на WhatsApp, скиньте предоплату и будет вам счастье. Либо же нет возврата НРВ Штоера, ну либо же слишком высокая цена. Более-менее приемлемая цена из того, что мы все нашли. И есть надежда еще, что эта машина не продана, это вчерашняя черная. Потому что все остальное, что мы смотрели, но оно все такое. Либо все очень дорого, либо оно с какими-то вопросами, дроп, претензиями. Ладно, осталось ждать, у них там 15 минут перерыв, остановились на паркинге среди фур на, можно сказать, в природе. Кстати, обычно вот здесь вот сетка стоит, а тут сетки нету от животных или для животных. Ну, чтобы животные не выходили. Как-то так необычно. В общем, ждем. Судьба решится через 15 минут. Все-таки купим мы этот автомобиль или мы будем искать дальше. Хотя, что искать, новых объявлений нету, все остальное дороже. Просто не пролазим по бюджету. Непонятно почему, машины как-то дико продаются. Металл, кстати, подорожал не только в Украине, если кто не знает и кто с металлом не сталкивался. Непонятно почему, то есть за последние несколько месяцев металл подорожал практически на 40%. В Германии то же самое, металл дорожает и якобы машины сделаны из металла и дорожает все тоже. Ну, такое нелепое пояснение, оно есть такое, какое оно есть. Ну, это пояснение не от профессионалов, это просто пояснение, почему дорожает машина. То, что они дорожают, непонятный факт, но факт. Хотя того, чтобы дорожали сейчас машины, прецедента не вижу. Полный привод дорожает перед зимой, но сейчас тупо середина лета, поэтому полный привод не дорожает. Хотя, опять-таки, мы пытаемся выбрать автомобиль лучший из вариантов самых недорогих. И тут они либо быстро уходят, либо же они с какими-то вопросами, либо же, ну, либо же, либо же. Поэтому уходит столько времени. Но при этом, когда мы находим, получается классная экономия денег. Следующие автомобили было искать намного сложнее. Но об этом уже в следующем выпуске. Хочу сказать, что 4 августа я лечу в Германию. И если вы хотите, чтобы я вам пригнал автомобиль вашей мечты, пишите, звоните. Все контакты есть под каждым видео на YouTube. И еще одно очень важное объявление. Очень хочется с Instagram ссылку на YouTube. А это можно получить лишь только тогда, когда есть 100 тысяч подписчиков. До 100 тысяч осталось совсем чуть-чуть. Ребята, подпишитесь. Для вас это все равно. А для меня приятно. И плюс, если будет в Instagram ссылка на YouTube, то гораздо больше людей увидит полезной информации. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ну, а с вами был Николай Тарануха. Киев, компания 1Авто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Пошел я собирать чемоданы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...